Благотворительный фонд святителя Луки, воина Есенецкого города Кисловодска и Донской государственный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Представители фонда посетили Донскую столицу. Член правления фонда святителя Луки Василий Ирзабеков пообщался со студентами. Подробности в сюжете наших коллег. Он создает у нас общину, общину православную. Мы одни из первых членов этой общины. И рассказывает нам уже тогда, в конце 70-х, в начале 80-х нам рассказывают про архиепископа Луки. Сергей Иванович рассказывает о жизни отца Бориса Кирьянова. Именно с этой выдающейся личностью связано возникновение фонда святителя Луки воина Есенецкого в Кисловодске. Батюшка лично был знаком с архиепископом Крымским. В дальнейшем он привел любовь к святителю Луке своим духовным чадом – врачам, учителям, предпринимателям и общественным деятелям. Свидетель Лука, он был под духу не только православной архиереи. Он был чрезвычайный патриот. Он, вы знаете, что по национальности он не был русским человеком. У него отец был поляк. Но под дух он был русским человеком. Вот это его русскость, которая объединила православная русскость, которая является не национальной чертой, а духовным качеством. В рамках круглого стола – оживленная беседа, обмен опытом и самой актуальной информацией. Отец Виктор Свистунов рассказал о межвузовском студенческом объединении «Синергия». Результат встречи – конкретные планы, договоренность о плодотворной работе. Этот круглый стол полагает начало нашему будущему сотрудничеству, взаимодействию в плане российской деятельности. И, прежде всего, указывает на необходимость нам приобщаться к традиции, которую положил святитель Лука в войне Синецке. Это традиция теснейшего взаимодействия светской науки и церкви. Был подписан договор, соглашение о сотрудничестве между ДГТУ и благотворительным фондом святителя Луки, который находится в городе Кисловодске. И это позволит совместно проводить деятельность в рамках площадки ДГТУ по духовно-нравственному воспитанию. А в большой физической аудитории ДГТУ нет свободных мест. Волонтерам пришлось доставлять дополнительные стулья. Подобный ажиотаж удивляет самих преподавателей. Василий Давыдович Ирзабеков уже бывал в стенах университета с лекцией о чистоте языка. Тогда выступление настолько понравилось студентам, что когда им сообщили о новом визите известного филолога, писателя, публициста, все сразу же откликнулись и даже не поинтересовались темой выступления. Василий Давыдович очень интересно рассказывает. И он как-то так приглашает нас почитать Евангелие, обратить внимание на некоторые вещи. Но, собственно говоря, он делает это не навязчиво, что очень нравится студентам. А он просто так их подводит, знаете, говоря об общечеловеческих ценностях, о морали, о нравственностях, о том, что нужно быть честными и откровенными, брать на себя ответственность. Ну, ребятам очень понравилось. Спасибо.